Невозможность видеть и слышать для них не преграда. Герои нашего следующего сюжета нуждаются в помощи, но вместо того, чтобы ее просить, они помогают другим. Давайте посмотрим. Они оба не видят, а Валентина еще и не слышит. Но это не мешало им помогать бойцам на фронте. Когда сын Павел ушел на войну, семья очень захотела внести свой вклад. Женщина узнала, морозы изрядно мешают солдатам. Начала вязать шарфики, потом рукавички. Разработала свою технику. Если сшивать, а палец как сделать? Пришить не получается. Но несколько дней думала, как мне ее так сделать. Подумала, а потом давай пробовать. Сколько петель набирать? Так первые 20 пар были очень примитивные. Со временем Валентина усовершенствовала свои работы. Получились рукавички без пальцев. Так и удобно в бою. И согреться можно. Главный советчик и оценщик – сын. В рукавицах не постреляешь хорошо. Это раз. Во-вторых, заправлять патроны. Какие перчатки? Снимаешь подальше – бегом надо. Что-то там поискать, позвонить и говорить пальцы голые, а замерзли. Ниток у женщины достаточно. Если материала не хватает, на помощь приходят люди. По первой надобности приносят клубочки пряжи. Главная опора незрячего мастера – ее муж Петр. Он для женщины уши и связь с миром. Общаются в семье по руке шрифтом Брайля. Там есть первая, вторая, третья точка. Потом четвертая, пятая, шестая. Первая, третья – это буква. Если она захочет поставить цель, то она сделает. Она поставила себе цель. Мастерством Валентины заинтересовались волонтеры. Галина Лещук из соседнего села несколько раз приезжала к мастерице, чтобы научиться вязать, как она. У меня была депрессия. А я как почитала об этой женщине, думаю, человек настолько энергичный, столько всего делает. Она мне говорит, приезжайте, возьмите нитки, попробуйте. Я пока очень медленно, но у меня в селе женщины вяжут, только рассказать надо. Пока Валентина вяжет бойцам, сама нуждается в операции. Врачи говорят, за ее слух можно побороться. Но для этого надо внедрить слуховой имплант. Пока семье удалось собрать на это только половину от нужной суммы. Но Валентина не расстраивается. Уверена, ее усилия ныне больше нужны на фронте. Ведь морозы пока не отступают, а теплые вещи недолговечны.